так ну закончился первый рабочий день на этой неделе я вышел на улицу сейчас буду бегать понимаю что бегать мне много уже не получится то есть сегодня понедельник вторник я не буду бегать это глупо получается буду бежать на расследу в лучшем случае и надо будет еще кроссовки постирать потому что их вообще ничего не осталось то есть как-то так в шлепках нарпоеду не высохнут хотя бы что высохнут посмотрим как то так но снимать я не буду пробежку опять потому что хочется им накайфануть они вот это вот с телефоном бежать языков но если что-то будет интересное в банусе обязательно вам поснимаю а а а и а и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... На сайте ничего не появилось, поэтому... Ну, раз они такие опрошенные, то что, мимо? Я думаю, доехать до Масорока, Португалии, до самой крайней точки Европы тоже не самый худший вариант. Может быть, когда-то еще вернусь сюда, когда-то еще проедусь. Я же год назад даже не мог себе представить, что это все будет, то, что происходит сейчас. Я год назад, когда смотрел на эту гору, лакончу и на закат думал, вот это же было бы как круто иметь кабриолет и вот здесь вот покататься. Прошел ровно год, и я здесь, я на кабриолете, я здесь катаюсь. Вообще, ну, это какой-то сюр, как будто мне это снится. Поэтому я не знаю, что будет через год. Ну, конечно, бы хотелось, чтобы был уже мир. И если приехать сюда, то чисто ради удовольствия. Как-то так, знаете, не вопреки, а благодаря, чтобы все получилось. Давайте будем надеяться на это. Ну, а я в этом банусе. Такие улыбчивые девушки идут. Мама дорогая. Ну, вы видите, да? Тут такие бодрейшие ходят варианты. Еще и улыбаются. А я ни с кем не... Вторая девушка улыбается. Вот сейчас я бежал, вытирался там майкой. Одна идет. Улыбается. Такая красивая. Сейчас вот еще эта идет. А я вот такой какой-то мешком пришибленный. Вот это что я сейчас потный, буду подходить, знакомиться. Да нафига надо. А потом куда? В конру везти ее? Хотя кто-то напишет в комментариях. Блин, да у нее своя жилплощадь, скорее всего, есть. Ну, не знаю. Как-то осталось тут два дня всего лишь. Начинает с кем-то мутить. Женра не то. Может, сам себя отговаривал. Посмотрите на вот эти вот автомобили, которые здесь стоят. Вот это тот самый дополнительный кайф. Одесский тоже, который здесь есть. У нас такие дешевые понты в Одессе в основном. Ну, а здесь они присутствуют, конечно, посмотрите, Филипп Плейн. Это просто... Это угар вообще. Как это вообще можно носить? Кто, в принципе, носит Филипп Плейн, я понять не могу. Цыгане, румыны. Не хочу обидеть румын. Ну, здесь я видел год назад, я вам показывал. Приехала Ай-8, золотая BMW. Ну, она не новая же, обклеенная в золотую пленку на румынских номерах. И вот сын с отцом пошли в этот Филипп Плейн и что-то там купили. Ну, поэтому и такой вывод, понимаете. Как-то так. Ну, вот этот щелик заехал, заехал. Ну, это явно обслуживающий персонал. У них пропуск есть. Как-то так. Вот так вот. Я хотел проехаться, мужчина так смотрит. А вот эта женщина в этом зеленом платье, она как раз как будто под этот Мерседес оделась. Вот так вот надо было мне проехать здесь, понимаете. Вот такая была задумка. Ну, конечно, я немножко не АМГ, а Мерседес, а свежий, новый. Но тут уже дело не в этом. Тут дело в самом приколе. Знаете, хотел показать вам как раз тот случай, когда... Знаете, есть такая поговорка, что девушку можно из села или там мужчину, человека вывезти, а села из человека нет. Вот та же самая история с этим Роллс-Ройсом. Как бы здесь и село, и Дубай. Дубайские номера. И, ну, там, короче, вот эта вот история. Ляда она, по-моему, или как она называется. Она идет деревянная, прикольная. То есть задуманная Роллс-Ройс очень неплохо. Там деревянные панели. Но челик, который ее водит, видимо, у него что-то со вкусом. Ну, явно какие-то проблемы. Посмотрите, просто обклеить Роллс-Ройс пленкой. Это... Ну, это что-то... Что должно быть с головой? Посмотрите вот на это место, где вылазит значок. Вы видите, да? А на это вот оранжевое. На оранжевые акценты. То есть, в принципе, я думаю, у этого человека, который приехал сюда на Роллс-Ройсе... Ну, Роллс-Ройс явно здесь на каком-то бароме или на яхте привезли. У него деньги есть, но что-то со вкусом явно. Там, видимо, недобор. Это очень грустно. Еще раз доказывают мою дилемму. Не дилемму, блин. Теорему, аксиому. Касающуюся богатых людей. Очень часто богатые люди, очень даже недалекие. То есть, это не факт, что человек много заработал, потому что он слишком умный. Иногда очень часто это и удача, это и родственники богатые, это и богатая жена, такое тоже бывает. И как бы вложился в нормальный проект и понеслось, в принципе, при деньгах. А вот что-то там как-то... Но, с другой стороны, если человек приезжает в такие места, как Марбелия и гуляет по Банусу, то, в принципе, вкус у него должен появиться рано или поздно. Потому что здесь таких экземпляров, которые пленкой обклеиваются, суперкары пока еще нет. То есть, ну, со вкусом здесь, в принципе, все в порядке. Я думаю, очень надеюсь, что этот челик из Дубаев вернется к себе в Дубаи, снимет эту пленку позорную, поменяет значки. Да, и может быть просто, просто поменяет машину. Вот этот Бентли мне тоже очень нравится. Континенталь? Нет, может быть, это и не он. Потому что они там одинаковые, есть две модели. Это, по-моему, не Континенталь GT. Ну, короче, вот именно в этом кузове, это уже старая машина, у меня она в романе присутствует, цветы зла. Во второй части главный герой на ней гоняет. Ну, посмотрите, как она благородно смотрится, да? Вот так вот, я в клубе, еще синий, по-моему, крышей тряпичной. Это, конечно, выглядит очень круто. Вот такие вот наблюдения. Что могу еще сказать? Ну, вот можно здесь труселя купить обычные, которые в Турции. За 100 гривен я взял. Можно здесь купить за 150, может, евро. Как-то так, если очень хочется. И много таких вещей здесь продается, в принципе. Ну, я уже много раз говорил, когда деньги есть, как бы это вообще не проблема. Людям просто лень куда-то идти искать на привоз, сам, или еще куда-то на рынок. Но меня больше всего удивляют люди, которые, знаете, как я вот говорю, снобы, которые с последнего тянутся, чтобы соответствовать. И еще чепокают мужьям и отцам мозги. Потому что у нас в Одессе очень много таких семей, я видел. Ну, там же много моряков у нас. И вот приезжает, приходит этот моряк из Кабарейса. И вот эта вот жена и дочка начинают юзать по полной. Вот все заработанное. И как бы не сказать, что моряки очень богатые люди. Ну, да, на закате там Советского Союза они, конечно, выделялись тем, что они зарабатывали в валюте. И там у них была денежка, и можно было купить обувь Кэмпер на то время. И в Маркопицца затариться в Одессе. В 96-97 в Космо пойти, как бы, это все было реально. Но сейчас это уже немножко не актуально. И так грустно смотреть, как вот так вот семейки такие все-таки берут и зарплату нажитую, можно сказать, потом. Спускают на такие брендовые вещи, которые типа брендовые. А по сути просто обычное фуфло, извините за такое слово в эфире. Так, ну вот такие Поршики. Мне, кстати, стали они очень нравятся. Ну вот Тарго, это мой любимый Порш 911. Вот именно Тарго. Обычный Порш мне не очень. А Тарго, так как они взяли дизайн у старой тачки, не очень заходит. Дельфинчик, посмотрите, CLS. Красавчик. До сих пор очень красивый кузов. Когда его Мерседес выпустил, это был шах и мат вообще всем абсолютно. Ну, шестерка BMW могла с ним тогда конкурировать в тех годах. Но внутри он уже, конечно, немножечко устарел. Мерседесы как-то быстрее стареют по сравнению с BMW, с той же самой внутри. Хотя сейчас последняя модель у Мерседеса очень даже ничего. Я не знаю, как они могут постареть. Автомобильная сегодня тема. Слегка, не знаю, видите, меня что-то прорвало. Пробежался. Появилась энергия. Это действительно так работает. Ты можешь быть таким вареным, никаким. А потом, когда пробежишься, вообще столько у тебя сил, энергии, эмоций. Я иду на свое обычное место. Вот туда, на угол, там видно гору Лакончик. Можно свесить ноги над морем и просто покайфовать молча, посидеть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Как я могу не снять еще вот этот автомобиль? Посмотрите, какой красавчик Мерседес. 190 SL. Вот так вот он выглядит, посмотрите. Вот это действительно интересная тачка. Такие здесь тоже машинки стоят. Я их особо не видел в Каннах такого плана. Там больше понтов. Хотя вот немецкие номера. Кстати, я заметил, что очень много крутых машин сюда приезжает на немецких номерах. И сюда, и в Канны. Вот такой варик Кобры. Как вам? Ну, это тоже такая красотка, посмотрите. Не, ну вот эти машины, они здорово выглядят, действительно. Мне очень такие нравятся. Очень нестандартно, очень круто. Помните? В Каннах там был какой-то челик, который ездил в шлеме. На какой-то хероборе вообще непонятной. И мне мой знакомый написал, О, это такая классная марка английская. Там эта машина стоит типа 200 тысяч евро или что-то такое. Что вообще происходит в этом мире? Что у людей в головах? Какой-то, там какой-то, я даже не знаю, я не помню, как эта штука выглядела. Но непонятная такая одноместная херня. И там человек реально в шлеме ездил, потому что там ни лобового стекла, ничего нет. Зачем? Зачем? Еще 200 тысяч заплатить за это. Вон, пожалуйста, Кобра. Шикарная, красивая тачка. Нравится ездить там без крыши. Ну вот, хотя бы так. Это стильно, красиво. Нет, он ездит в жару, там 35 градусов с ракет, он в этом шлеме ездит. Все. Сейчас будут брать за жопу пацанов. Побежали, побежали. Ну, как сказать. Они все в кафе идут, или куда, с этими сумками. Какие сумчатые. Ну, блин, и знаете, и смешно, и грустно, на самом деле. Вот скажите, да, как Шариков говорил, у кого-то штанов там 20 пар, а кто-то последний что-то бессоли доедает. Вот, конечно, тут есть такая история. Здесь ребята, конечно, из Африки, ну, разнятся по сравнению с этими дедушками в рубашечках льняных и прочими людьми на крутых тачках. Что-то в этом году кабанов нет. Неужели все на Хамон пошли? Я здесь, когда год назад бегал, в это время бежишь, тут стадо кабанов переходят дорогу. Как-то так было прикольно. Видите, какая-то такая девушка загадочная сидит в одиночестве. Так, ну вот смотрите, какой вид. Вот я иду, и это мой вид. Вы понимаете, да? Такой мост. Это гора, облака там. Я забирался выше облаков, получается. Но куда я иду? Я вам сейчас раскрою секрет. Я все время по мосту иду. А здесь эти утки-гуси обитают. А ну-ка, кто быстрее до воды дойдет? Вы или я? Они хотят скрыться, видимо. Хотят скрыться свою... Не хотите скрыться? Вы ко мне идете? Пацаны. Нифига себе. Вот это да. Я думал, вы меня боитесь. Что, идете на фуагру? Кабаны пошли на хамон. Вы на фуагру, получается? Вроде они так не доверяют мне, судя по всему. Слышат, наверное, что я не по-испански говорю, и им подозрительно становится. Вот эти тоже. Парочка. Но это такое все, что это ребенок и мама, наверное. Как-то так. Ну, скажите, красиво, да? Вот этот мост, там закат, здесь вот эта вот заводь, а тут море. Они вообще ничего не боятся. Их подкармливают, наверное, здесь. Там русскоязычная девочка говорит, у меня нет еды, что вам от меня надо? Они, видимо, здесь район держат. Девочка боится? Это бандиты настоящие. Я их должен бояться, судя по всему. Они, они меня должны бояться. Видите, как-то не странно, девочка говорит по-русски. Здесь это вообще не в диковинку услышать русскую речь. Ну, вот я про это вам и говорил. Вот так вот я возвращаюсь домой. Сейчас еще стемнеет, я в литву зайду, возьму фисташек. По старой традиции. Хочется чего-то погрызть перед сном. Посмотрите, да, эти облака, это лунная дорожка, это море такое спокойное. гладит берег. Вот это марбелия. Вот это то, во что ты влюбляешься. Я вам говорил, что я го очень люблю арамболь, но там есть свой прикол. Он грязный такой, неухоженный, но там есть тоже душа. Здесь присутствует душа, как и в арамболе, но здесь все чистенько. То есть это такой европейский арамболь для меня. Очень круто. Вот я вам рассказывал про эту девушку, которая мне улыбалась, когда вот эта майка выдирался. Бежал в сторону Бануса. Я такой думаю, блин, вот она, если встретиться, вот будет же идти обратно. Надо же с ней познакомиться. И вот она только что шла обратно, и опять улыбается. И я что-то прошел мимо. Но здесь даже дело не в том, что как-то страшно познакомиться. Нет. Я просто прошел мимо. Все, у меня просто в голове, представляете, реальные пацаны сериал и фисташки. И я так и думаю, блин, она мне улыбается и так, и она мне симпатична. Можно же подойти познакомиться, она же явно не против. А потом такой, блин, а вот если она испанка, вот это hello, do you speak English. В принципе, если наша, то прикольно, потому что, может быть, она даже и наша. Но тоже, вот это вот общаться, что-то как-то куда-то, кого-то звать, вот это... Потом еще прийти полность-заполность, пацанов не посмотреть, фисташки не поесть. Блин, неужели это старость? Вот серьезно. Это такой страх, я себя заставляю, понимаете, в последнее время что-то делать. То, что было, ну, по идее, раньше нормально. Именно заставляю. Мне реально... Ну, мне легче и прикольнее, как я понял сейчас, просто дойти до дома, дойти в Lidl, купить что-то, какие-то штуки, дрюки прикольные, прийти домой, в подвал, включить фильмоз и лежать, кайфовать, чем вот это вот, вот это вот, что-то с кем-то разговаривать, на кого-то производить впечатление. Просто ужас. Может быть, с другой стороны, я бы думаю, а что, если я верный? Понимаете? Ну, типа, я же общаюсь с той девушкой, которая из Одессы должна приехать в Венецию, и это некрасиво, знакомиться с другими. Но с другой стороны, блин, мы даже с ней особо-то не виделись в жизни. Ну, только один раз выбиться. И, ну, и что? Как бы, не факт вообще, что что-то будет. Можно знакомиться? Я бы не сказал, что я там... Не, я верный, когда все в отношениях отлично, но это некрасиво, что-то там, мутить на стороне. Когда девушки не лагают, прям вообще отлично. Зачем? Что-то выдумывать. Ну, вот тут непонятно, что конкретно. Слушай, тебе реально идут улыбаются, на тебя смотрят, еще не подойти, не познакомиться. Ну, вот реально я себе начал задавать этот вопрос, и первое, что вскочило у меня в голове, там неверность, там ничего такого, а хисташки и реальные пацаны. Сезон там, там, где они в Москву поехали все. Он такой смешной. Я его который раз пересматривал, и типа, да нет, ну, реально, пацаны, прикольнее, колямба там, все остальные, посмотреть, поваляться. Вот это да, просто жесть. Так я реально старею. Вроде так, как-то не особо и видно, знаете, со стороны. А вот, что-то есть такое. Не, надо брать себя в руки. Так, ненормально. Действительно, посмотрите, какая красота. Ну, да, с кем-то познакомиться в такой-то атмосфере. Ну, реально, романтично, красиво. В Марбелле, на променаде. Привет, как тебя зовут? И туда, и т.п. вот, но, но нет. Хисташки и реальные пацаны. Так, давайте я вам пообещаю, что я обязательно познакомлюсь, если в следующий раз мы снова встретимся. Вот завтра, допустим, я пойду в Порт Банус, а я все время каждый вечер хожу. Или хожу, или бегаю. Вот пойду, встречусь, все, обещаю, я познакомлюсь. Потому что, ну, как это вообще? Ну, куда это годится? По клубам я не хожу. Знакомиться, не знакомлюсь. Поэтому все, с Шишеньком обещаю, все будет отлично, познакомлюсь и вам все расскажу, как на духу. Если кому-то нужен, вот, нужно кресло, пожалуйста. Улица Мурила. Какой тут номер. Короче, она короткая, эта улица Мурила. Вот Каза-10. Так что нормально. Можно забрать, стоит, химчистка, все дела, и можно пользоваться. В Европе это очень модно, как оказалось. У меня куча знакомых, вот, с которыми я общаюсь здесь, которые подбирают мебель, чистят, пользуются, как-то так. Правильно я сделал, что не пошел за этой девушкой. Сегодня до 21-30 работает в магазин. Эти писташечки мои родные. Ну и желе без сахара. Там столько всего вкусного подает, вы все не представляете. Все так дешево, все такое качественное, я это не беру. Потому что сладкое, я пообещал, что есть не буду. Да, если вы меня спросите, сколько стоят фисташки? 3,19 стоит. И 95 центов стоит вот 6 жилеек. Ассорти 3,19 250 грамм. Это не паскидоса я беру, я беру реально как богач. Там есть полкилограмма, по-моему, 5 евро стоит. В два раза больше. Но что-то я не беру их, потому что солью задерживают воду. Представляете, какой еще занутый. Он да, паром просто, не паром, а этот круиз. Через сколько дней он. через через две недели, ровно через две недели. Просто жесть. Конечно. Вот видите, от них одни беды, от этих девушек фисташек. Полкило не возьмешь, шоколада не поешь, какую-то лабуду уберешь, желе какое-то без сахара. Что это такое? Ладно, вы меня спросите, а как же твой принцип шубы, про который ты рассказывал? Твоя история про шубу, про пацанов в 90-каком году? В 99-м это все было, когда ты не поел шубу, и тебя прокатила девушка. и ты пообещал себе брать все, что ты хочешь, вот и есть все, что хочешь, и не оглядываться ни на кого. Ну да, было такое, как бы оно и есть. Это когда выбор, ну, да или нет. Ну, и непонятно, будет ли вообще в принципе такой сценарий развиваться, что мы будем вместе, или тебя прокатят. Ну, здесь вроде как меня не прокатывают, вот в чем вопрос. Единственное, что там могут рейс отменить, но придется другой билет брать тогда, что делать. и нам же надо будет девять дней в одной каюте, еще два дня в одной гостинице, понимаете, поэтому не хочется как-то предстать каким-то страшным таким типом. Блин, посмотрите, как осветляет этот телефон. Я глазами этого всего особо-то не вижу. Очень крутой телефон. Я, конечно, держу кулачки, чтобы мой подписчик все-таки привез мне новый айфон. Он говорит, что он не успеет. Типа, еще они не будут в продаже. Но было бы, конечно, очень круто. Потому что если он еще круче этого, это было бы супер. Ну, чего не делаешь ради работы? и, так вот, я oso не глянула… Продолжение следует...